В прямом эфире «Якутия-24» вы смотрите выпуск «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Карантин отменен. Занятия в школах возобновят завтра, в среду, 14 числа. Освоение Тамторского месторождения. На какой стадии подготовительные работы. И какие ожидания, связанные с этим проектом. В два раза выше нормы. Алданский район страдает от обилия снега. Происходит ДТП, а одного жителей вовсе завалило снегом насмерть. Как с этим борются? Лесная промышленность Якутии. В столице состоялось выездное совещание Рослесхоза. Какие проблемы испытывает отрасль и какие предложены решения. Медицина Якутии сегодня. Достижения в области здравоохранения. Проблемы и планы озвучил министр Охлопков на брифинге с прессой. Карантин для учащихся Якутска отменен. Занятия в школах возобновят завтра, в среду, 14 февраля. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города. Вот какие итоги еженедельного мониторинга приводит Роспотребнадзор. По итогам шестой недели еженедельного мониторинга за эпидемиологической ситуацией по заболеваемости ОРВИ и гриппом, у нас в республике идет пока высокий уровень заболеваемости. Карантин, разграничение детей на прошлой неделе позволил нам снизить заболеваемость среди школьников в два раза. Тем временем в Якутии уменьшился показатель младенческой смертности. Считается, что это в медицине главный показатель развития здравоохранения. Об этом сказал на брифинге с прессой глава Минздрава Михаила Хлопков. Министр сообщил и об основных достижениях республики в области оказания медицинской помощи. Так усовершенствованы телемедицинские консультации. Впервые создан Криобанк биологического материала, который положительно повлиял на показатели ЭКО. Также динамику развития показывает гириатрическая служба для людей пожилого возраста. А Хлопков остановился и на работе в области высокотехнологичной медицины. По данным за счет республиканского и федерального сфинансирования, в 2017 году такую помощь получили 6300 человек, что почти в полтора раза больше, чем в 2015 году. Высокотехнологичная медицина занимает в общей доле здравоохранения 15%. По финансированию республика выделяет 280 миллионов рублей, а в федеральный бюджет 40 миллионов рублей. И в ОМС, там деньги в клинико-статистических группах, ГСГ, определяется объем людей, которым будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Эта цифра равняется 2800 человек. В общей сложности высокотехнологичную медицинскую помощь в этом году получат 6600 человек. Медицина развивается и в районах республики. К примеру, новые возможности в лечении больных недавно появились в отделении реанимации Алданской ЦРБ. Передает Татьяна Вахнина из Алдана. В отделении реанимации не существует окончания рабочего дня, выходных и праздников. К оказанию срочной помощи интенсивная терапия готова круглосуточно. Предугадать и спрогнозировать какие-либо чрезвычайные ситуации нельзя. На сегодняшний день у нас открыто первичное сосудистое отделение. И все пациенты, поступающие с инфарктами, с инсультами в тяжелом степени, они поступают к нам. Второе, мы не забываем, что находимся на федеральной дороге. И все дорожно-транспортные происшествия в пределах нашего района поступают опять-таки к нам. Отделение реанимации и анестезиологии на базе Алданской больницы образовалось 30 лет назад. Коллектив насчитывает 37 человек. Врач-лаборант Елена Мартынова работает со дня основания отделения. В среднем в лаборатории реанимации выполняется порядка 2000 исследований в неделю. Очень важно, конечно, исследование гемостаза у нас, больных с различными видами кагулопатии. И недавно мы получили тромбоэластограф, который исследований на нем очень нравятся нашим докторам. Современное оснащение позволяет выполнять исследования и производить операции, о которых недавно нельзя было и помыслить. Новый аппарат искусственной вентиляции легких помогает дышать как взрослым, так и недоношенным новорожденным весом от полукилограмма. Этот компьютер – мост между Алданской ЦРБ и республиканскими центрами. Чаще всего в режиме онлайн реаниматологи консультируются с врачами Института медицины катастроф, перинатального центра и кардиологической службы. С возрастающими возможностями работы у алданских медиков становится больше. Сейчас ввелись единую систему протоколов и стандартов. И лечение пациента получают стандартным, что здесь, что в Якутске, что в Москве на том же уровне. Отделение реанимации и анестезиологии сравнимо с фронтом, где сходятся в поединке жизнь и смерть. Формулировка «критическое состояние» для реаниматологов – не оценка, а руководство к грамотным и четким действиям во спасение пациента. Татьяна Вахнина, Сергей Шапачев, Дмитрий Заливин, Алдан. К другим новостям. Компания «Алроса» сообщила о результатах продаж алмазного сырья и бриллиантов. По данным, за первый месяц текущего года реализована продукция на общую сумму более 500 миллионов долларов. Как отметили в компании, этому способствовали позитивные настроения на основных рынках сбыта, подкрепленные хорошими результатами продаж в 2017 году, включая рождественский сезон, также ростом цен на бриллианты в январе. В парламенте республики обсудили вопросы по освоению Тамторского месторождения. Как известно, это уникальный по запасам и содержанию редких металлов объект, который может обеспечить руднику на сотни лет вперед. Специалисты отмечают, что в перспективе месторождение может давать больше не обе и редких земель, чем мировые лидеры. Тему продолжит наш корреспондент Кристина Якупова. Находится месторождение Тамтор на северо-западе республики, в пределах Оленёкского улуса. Изначально его жители были против проведения работ, опасаясь радиоактивного воздействия. Но на участке периодически проводится измерение радиационного фона, в которых участвуют и представители компании «Восток Инжиниринг» и члены Улусного общественного совета. На текущий момент нами подготовлена техника экономического обоснования разведочных кондиций. Материалы этого обоснования сданы в Государственную комиссию по запасам в городе Москве. Сейчас идет экспертиза этих материалов. Мы ожидаем в мае-июне месяце защиту этих материалов, постановку запасов на баланс. После чего в этом году мы планируем начать разработку проектной смертной документации. Разработана дорожная карта освоения месторождения. Логистика проекта предусматривает транспортировку руды до морского порта Хаттинга Красноярского края. Оттуда судами по Северному морскому пути и до перерабатывающих предприятий железнодорожным транспортом. Путь считается наиболее коротким и безопасным. Пролегает через населенные пункты и особо охраняемые природные территории. В 2019 году мы планируем завершить разработку проекта смертной документации, пройти государственную градостроительную экспертизу, государственную экологическую экспертизу. Строительство ГОКа, строительно-монтажной работы можно начинать только после разработки утверждения проектной документации. Соответственно, это 2020 год. Переработку руды планируется осуществлять в городе Краснокаменске и Забайкальского края. В первую очередь продукция с месторождения будет направляться на усиление обороноспособностей страны. Кристина Якупова, Павел Пахомов, Якутск. Внедрение новых российских самолетов начнется с Якутии. Об этом сообщают власти региона. Бороздить просторы республики будет модель ТВС-2 ДТС. Он предназначен для малой авиации. Конструкция модели выполнена из углепластика. Это всепогодный самолет. Эксплуатируется в любое время суток и взлетает с коротких площадок с низкой плотностью грунта. Серийное производство ТВС-2 начнется на базе Улан-Уденского авиационного завода. Напомню, что глава Якутии Егор Борисов в январе этого года высказался в пользу внедрения на местных авиалиниях отечественного самолета, нежели американских аналогов. Что касается Сесна, я против этого самолета однозначно. Сесна – это не наш самолет. Он на северах не летает, никогда не будет. У нас есть другие направления по малой авиации, по которым сегодня, насколько возможно, пытаемся решать. Вот на днях я отправлю бригаду Бурятскую республику, где сейчас проходит, скажем, наладка самолетов, которые будут заменять Ан-2. Съедет, специалисты наши посмотрят и займутся. Добавлю, что авиапарк планируют создать на базе полярных авиалиний. Соглашение подпишут и Якутия, Бурятия, Министерство транспорта и Минпромторг страны. Церемония пройдет 15 февраля в рамках российского инвестфорума в Сочи. Ожидается, что соглашение улучшит транспортную доступность малонаселенных районов Крайнего Севера и повысит медицинскую защищенность граждан. Этой зимой Алданский район сильно страдает от обилия снега. Это и ряд ДТП, и даже смертельные происшествия. На борьбу с природным катаклизмом брошены все силы городских и поселковых служб. Сюжет нашего корреспондента Руслана Павлова. Каждый день, практически без выходных, дорожные службы разгребают и вывозят снег с улицы площадей города Алдана. Однако такое ощущение, что меньше его не становится. Нынешняя зима выдалась на редкость снежной. Зимних осадков выпало в два раза выше нормы. Боремся постепенно, ежедневно. Количество снега в этом году выпало. Чересчур большое обилие. И по мере их выпадения мы все убираем. Несмотря на то, что уборочная техника работает, машинам не удается срезать ледяную корку с дорожного полотна, что влияет на статистику дорожно-транспортных происшествий. За полтора месяца текущего года в Алданском районе произошел рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими трупами. Это связано с обильными осадками в настоящее время, в году. К сожалению, администрация района не должен образом контролировать подрядную организацию за уборкой снега на дорожном полотне. Борьба со снегом ведется и на верхних этажах. С приближением весны остро стоит вопрос со снегом на крышах. В управляющих компаниях не хватает людей для расчистки крыш. Да, мы уже начали с октября месяца, приступили к сбросу снега с крыш. Привлечено очень много бригад, но не хватает ни средств, ни людей, потому что такие морозы стоят. Ну, стараемся, думаю, что справимся со снегом и встретим весну. С потеплением снег самопроизвольно съезжает с крыш. Огромные по объемам сходы уже привели к несчастному случаю. Снежной лавиной завалило мужчину, которого не удалось спасти. В этом году осадков снежных в два раза больше нормы. Поэтому хочу предупредить население города быть осторожными, аккуратными в этом плане. Ну, а управляющая компания, в свою очередь, занимается сбросом снега с крыш. На сегодня шесть бригад, которые устраняют данное замечание. В этой связи все службы предупреждают пешеходов, водителей и рабочих, убирающих снег быть осторожными. Соблюдать меры безопасности в период межсезонья. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Полданский район. В Якутске открыли обновленный центр управления кризисными ситуациями. В круглосуточном режиме в центре работают 10 человек. Они обрабатывают всю поступившую информацию. По поручению Егора Борисова произвели реконструкцию административных помещений и модернизацию технического оснащения. Добавлю, что в прошлом году центр управления кризисными ситуациями Якутии занял первое место на осмотр конкурсе среди дальневосточных регионов. Кроме того, в этом году планируют ввести в работу единый номер 112, что также должно повысить безопасность жителей республики. СУКНС нам позволяет, во-первых, в постоянном режиме контролировать ситуацию по республике, не только в кризисных. Мы знаем, что у нас происходит на территории в течение круглых суток. Мне докладывают каждое утро. Есть у нас ситуационный центр, который находится в ДП-1. Ситуационный центр взаимосвязан с центром управления кризисных ситуаций. У нас в каждом районе создана единая диспетчерская служба, которая тоже имеет связь с СУКСом. Соответственно, наша задача, конечно же, принятие решения, чтобы было оперативное, быстрое и правильное. Ну а на Верхнемунском месторождении продолжается строительство объединенного центра безопасности. Там будет находиться военизированная горно-спасательная часть и МЧС. В процесс разработки месторождения все механизмы в случае поломки будут ремонтироваться на месте. Ирина Балкова подробнее. На улице минус 50, местами даже холоднее. Но строительство объектов на Верхнемунском месторождении продолжается. Не зря говорят, что Север покоряется только сильным духом людям. Еще три месяца назад на месте будущего объединенного центра безопасности был пустырь. Сейчас уже почти закончен монтаж металлоконструкции. Объединенного центра безопасности, в котором будет располагаться отделение воензированной горно-спасательной части, идет эксплуатация. На текущий момент выполняется монтаж металлоконструкции практически завершающей стадии. Буквально на сегодняшний день ведется поставка по зимнику ограждающих конструкций, панели, свиновые и кровельные. До окончания зимника необходимо поставить окна, двери. А вот в случае поломки техники при разработке месторождения ремонт будут проводить на месте. С этой целью на объекте строят цех ремонта горной техники. На данный момент завершена работа по устройству общего металлокаркаса. Здания, кровельные и стеновые панели завершены 100%. Готовимся к закрытию теплового контура. Для комфортного отдыха работников на месторождении решено построить поселок под куполом. Так его называют сами строители. Любой проживающий, вернувшись с работы, не выходя на улицу по переходным галереям, сможет попасть в банно-прачечное отделение, столовую. Секции состоят из двух комнат для двух человек с раздельным санузлом, гардеробной и прихожей. В настоящее время уже началась внутренняя отделка. Одна пилотная секция уже готова. После принятия номера комиссии дальнейшие работы продолжатся с учетом всех замечаний. На текущий момент выполняются оделочные работы. Завершение оделочных работ планируется до 10 февраля. После чего будет комиссионная приемка. Вот. Буквально сейчас на подвозе у нас сам фаянс для установки в пилотном номере. Ну и, соответственно, мебель. В августе вахтовый поселок под куполом сможет уже принять первых жильцов. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите далее итоги дня. В Якутии в столице провели выездное совещание Рослесхоза. Какие проблемы испытывает отрасль и какие предложены решения. Срок выдачи сертификата сократили вдвое. Получать деньги из мат-капитала можно будет в два раза быстрее. Лучшие в профессии. Работники Алроса и дощерних компаний готовятся к ежегодному конкурсу профмастерства. В этом году добавили новые направления. Это Якутия 24 в прямом эфире. Вы смотрите итоги дня. Около полутора тысяч зарубежных наблюдателей могут приехать на президентский выбор в Россию в марте этого года. Повышенный интерес к волеизъявлению россиян подтвердили в Центральной избирательной комиссии страны. В Центризбиркоме отметили, что количество иностранных наблюдателей, судя по запросам на аккредитацию, превысит первоначальные прогнозы. А в Госдуме также назвали прибытие около полутора тысяч гостей из других стран вполне реальным. Отмечается, что широкий интерес к мартовским выборам со стороны иностранцев в отчасти связан с антироссийской историей, которая развернулась во многих западных странах мира. Все большее число политиков, экспертов и общественных деятелей хотят посетить регионы России, чтобы лично изучить реальную ситуацию в России. Якутия не будет проводить реструктуризацию госдолга. Об этом сегодня на заседании в парламенте сообщил министр финансов республики Валерий Жандоров. Он напомнил о решении президента страны Путина о том, что у регионов с ноября 2018 года появится возможность реструктуризации бюджета. В случае участия в реструктуризации республика должна была принять жесткие условия, а именно строгое ограничение возможностей рыночных заимствований. То есть с 2018 года прирост объема рыночных обязательств не должен превышать 50% прироста налоговых и неналоговых доходов бюджетов в предстоящем периоде. Сокращение объема государственного долга вместо ограничения объема госдолга. Устанавливаются более жесткие показатели доли общего объема госдолга и доли рыночных обязательств налогов и неналоговых доходов, чем по ранее действующим соглашениям. Жители Нерингри назвали четыре общественные территории, которые необходимо благоустроить. Всего поступило более 16 тысяч предложений. Как сообщили в районной администрации, наибольшее количество набрали четыре территории, благоустройство которых вызвало большой интерес со стороны нерингринцев. Предложение у нас поступило в большинстве своем. Это четыре территории, которые люди желали благоустроить в первую очередь в 2018 году. Это сквер в районе школы номер 2. Парк наш городской, парк узора и отдыха имени Теряева. Технопарк, который в районе больничного комплекса. Благоустройство нам предлагается построить летние беседки для отдыха, даже возможно с мангалами для отдыха детей, тут же детскими площадками. И сквер в районе налоговой. Эти четыре зоны у нас будут вынесены на рейтинговое голосование 18 марта. По результатам которого уже определится территория, которая будет благоустроена в первую очередь в 2018 году. Получать деньги из материнского капитала можно будет в два раза быстрее. Срок выдачи сертификата сократится с одного месяца до 15 дней. Это произойдет после принятия законопроекта. Сокращение сроков позволит семьям быстрее воспользоваться выплатой. В столице состоялось выездное совещание Федерального агентства лесного хозяйства. Участвуют девять регионов Дальнего Востока. Одна из главных тем развития лесной промышленности Якутии. Какие проблемы испытывает отрасль сегодня и какие предложены решения. Все подробности у Петра Говорова. Якутские леса занимают одну шестую часть всех лесных массивов страны. Их общая площадь составляет более 250 миллионов га. Ежегодно леса Якутия подвергаются серьезному испытанию огнем. Начало пожароопасного периода приходится на конец апреля, начало мая и длится практически до конца сентября. А вот когда крупные лесные пожары, конечно, нам приходится и приглашать из резерва Федерального агентства лесного хозяйства, прошутистов десантника прошлого года. Федеральное агентство лесного хозяйства начало использовать и взрывные работы, которые были раньше при советской власти использовались, но были забыты. И искусственное вызывание осадков. Тем не менее, ежегодно от лесных пожаров гибнут гектары леса, что влечет за собой серьезные экологические и экономические последствия. Так, за минувший год на территории республики было зарегистрировано 323 лесных пожаров. Пожары были от природного фактора, это 68%. То есть, население понимает все ответственность, но в этом году будет сложная ситуация в том плане, что 2 декабря прошлого года внесено изменение постановления правительства Российской Федерации о привлечении сил резерва Федерального агентства лесного хозяйства. Если раньше мы их в условиях, в чрезвычайной ситуации приглашали, то республиканский бюджет оплачивал только проезды туда и обратно. А с этого года, значит, туда и обратно, плюс еще тушение лесных пожаров будет оплачивать регион, бюджет региона. Это очень осложняет нашу работу. Ситуацию усугубляет и то, что по итогам прошлого года нерешенной остается проблема о погашении кредиторской задолженности в размере более 300 миллионов рублей. Задолженность, в том числе и по заработной плате, привлекаемых в прошлом году у людей, это задолженность перед авиакомпаниями нашими. И однозначно, что этот вопрос надо решать. Однако есть и положительные моменты. По Дальневосточному федеральному округу будут, скажем так, более позитивными, особенно в той части, которая касается повышения интенсивности использования лесов, потому что пока только в трех основных регионах, это Хабаровск, Приморье и Амурская область, традиционно занимаются заготовкой древесины, хотя мы считаем, что есть достаточно серьезные перспективы по развитию этого вида лесного бизнеса на территории южных луссов республики Саха-Якутия. Также пересмотрена методика распределения субвенций региона. И согласно новым правилам, дальневосточные регионы в этом году получат на 900 миллионов рублей больше. Зона и по количеству, и по площади пройденной огнем хуже, чем предыдущие годы. По всем остальным территориям в России лесопожарные результаты лучше, чем предыдущие годы. Это Дальневосточный федеральный округ, это округ, где есть регионы, их четыре. Это Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Республика Саха-Якутия, где мы имеем задолженность по тушению лесных пожаров 2017 года, и, что самое печальное, в том числе и задолженность по заработной плате. Сейчас Федеральное агентство лесного хозяйства заканчивает проверку материалов, и мы будем выходить с ходатайством на правительство Российской Федерации по обогашению этой задолженности. Еще одна приятная для лесников новость. В этом году будет открытие федерального отделения. Авиалесохрана. Уже выделены помещения. 25 будущих лесничек проходят обучение. Позже численность обучающихся будет увеличена до 65 человек. Глава нашей республики Егор Афанасьевич Борисов поставил проблему для того, чтобы руководство страны обратило внимание на то, что у нас отсутствует филиал Федерального агентства лесного хозяйства по авиалесохране. И этот вопрос сегодня у нас частично решается. Уже 25 человек переняли на работу и открыли филиал авиалесохраны центральной. Открытие будет, скорее всего, до конца этого месяца или до конца марта месяца. За последние годы, благодаря принимаемым в республике природоохранных мер, число лесных пожаров все же снизилось. И если в предыдущие годы основной причиной возгорания лесов являлся человеческий фактор, то в 2017 году в равной мере виноваты природные явления. Петр Говоров, Григорий Охлопков, Якутск. Власти Ленского района выступили с инициативой возродить в Ленске магазин «Ветеран», где покупателям с удостоверением ветерана будут продавать товары с большой скидкой. Сегодня экономисты районной администрации ведут необходимые расчеты, рассматривают торговые точки, владельцы которых будут согласны предоставлять значительные скидки пенсионерам, которые потом будут возмещены из районного бюджета в качестве субсидий. Конечно, это одна из форм поддержки незащищенных слоев населения, но эти программы дадут эффект, если люди, которые будут ее реализовывать, отнесутся к ней с пониманием. Если не попадет эта программа не в те руки, эффекта не будет. Поэтому надо, конечно, постараться, чтобы действительно наши люди были защищены. Здесь важную роль сыграет еще общество инвалидов, связки с их стороны, чтобы контроль был. Ну, я думаю, дело пойдет. Работники Алроса и дочерних организаций готовятся к ежегодному конкурсу профмастерства. В этом году ввели новые направления, рассказывает Иванна Филиппова. В 2017 году лучшим сварщиком региона был признан работник Алроса «Газ» Кирилл Марков. В конкурсе профессионального мастерства он принимал участие впервые. Победителю достался главный приз – денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Если не секрет, на что потратили вот эти 100 тысяч? Ну, съездил со семьей из-за границы в отпуск. Как раз деньги были нужны. Надеялись на этот выигрыш. И получилась, мечта сбылась. В этом году Кирилл Марков также может принять участие в конкурсе профмастерства. Соревнования сварщиков пройдут в апреле месяце. Профсоюз «Проф. Алмаз» совместно с Центром подготовки кадров Алросы уже утвердил список соревнований в 2018 году. Ввели новые направления. В этом году у нас появятся два конкурса по специальностям, которые ранее мы не проводили. Машинист крана автомобильного – это достаточно распространенная специальность. В принципе, на всех производственных площадках компании. И в Айхале, и в Удачном, в Мирном, в Ленске есть представители этой профессии. И появятся у нас машинисты буровой установки. По словам организаторов и самих участников, подобные соревнования даже не ради приза. Повысить свои профнавыки – вот главная награда. В этом году в профессиональных соревнованиях будут определять лучшего токаря, машинистов, водителя, сварщика, сепараторщика и электрослесаря. Победителей также ждут отличные призы. Победитель у нас получает главный приз – это 100 тысяч рублей сертификат. Второе место, призер второго места получает сертификат на санаторно-курортную путевку стоимостью 60 тысяч рублей. Третье место – 25 тысяч рублей. Организаторы планируют провести 9 конкурсов профессионального мастерства. В числе первых уже в конце февраля назовут имя лучшего машиниста буровой установки. Таковы итоги дня. Оставайтесь на Якутии 24 и будьте в курсе всех новостей и событий. Берегите себя. До встречи.